Приветствую вас на канале Техно Ченнел. В этом ролике я покажу вам самые лучшие смартфоны до 20 тысяч по соотношению цена-качество. Ссылки на все показанные товары вы найдете в описании под роликом. Поехали! Все модели в топе я расположил по возрастанию цены, и этот топ начнется с Xiaomi Poco C40. Он может похвастаться IPS-экраном с диагональю 6,71 дюймов, разрешением 1650 на 720 пикселей, частотой обновления 60 Гц и защитным покрытием Corning Gorilla Glass. Есть версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, но она стоит дороже примерно 8 тысяч. Объем памяти можно увеличить еще максимум на 512 ГБ за счет установки дополнительной карты памяти формата microSD. Также стоит отметить, что корпус устройства имеет защиту от пыли и брызг уровня IP52. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. Также доступна быстрая зарядка мощностью 18 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают доступные стоимости, большой дисплей и емкую батарею. Следующий участник Vivo U35 с IPS-экраном и непривычно высоким для бюджетных смартфонов разрешением 1080 на 2408. Преимуществом бюджетника можно отнести высокую максимальную яркость 480 кандел на квадратный метр и антибликовые свойства экрана. Отдельной похвалы девайс заслуживает за высокую автономность. Согласно тестам, в режиме беспрерывного чтения смартфон работает до 24 часов, а при просмотре видеоконтента – 17 часов. При этом восполнить заряд девайс сможет полностью за 2 часа, и по части автономности U35 лучше большинства аппаратов линейки Vivo. За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 680 от Qualcomm. Шустрый, но не для тяжелых игр. При фотосъемке для бюджетного смартфона выходят весьма достойные снимки. Тут встроены три фотомодуля, основной 50 мегапикселей, датча глубины и макросъемки по два. Если ищете хороший недорогой смартфон с мощным аккумулятором, рекомендуем обратить внимание на модель Xiaomi Poco M5 с батареей на 5000 мАч. Этот девайс функционирует на базе Android 12 с фирменной оболочкой. Размер экрана составляет 6,58 дюймов при разрешении 2408 на 1080 пикселей. Дисплей с разверткой 90 Гц снабжен функциями защиты зрения и адаптивной частотой, позволяющей дополнительно экономить энергию. Модель работает на процессоре Mediatek Helio G99. Чип дополняется хорошим объемом оперативной памяти в размере от 4 до 6 ГБ. Производительности предостаточно для разрешения любых задач. Основная камера получила 4 сенсора, включая объектив на 50 и 2 по 2 Мп. Пользователи отмечают, что Xiaomi Poco M5 стал успешной вехой в развитии линейки. А лучшей благодарностью для канала будет лайк и подписка. А мы, в свою очередь, будем знакомить вас с наилучшими товарами по соотношению цена-качество. Спасибо! А мы переходим к Samsung Galaxy A13. Эта бюджетная модель получила PLC-дисплей с диагональю 6,6 дюймов и разрешением 2408 на 1080 пикселей. Ее производительность обеспечивается процессором Exynos 850, а в качестве графического ускорителя выступает Melee G52. Основная камера может снимать с разрешением 50 Мп. Ее дополняет ультраширокоугольный модуль с 5 Мп и датчик глубины тоже на 2, а фронтальная камера получила 8 Мп. Девайс работает с оболочкой One UI 5 на базе операционной системы Android 12. Емкость батареи составляет 5000 мАч, доступна быстрая зарядка мощностью 15 Вт. В своих отзывах пользователи обычно отмечают доступную стоимость, неплохую скорость работы, добротный экран, приличная автономность и хорошее качество исполнения в целом. Xiaomi Redmi Note 12 4G. У него AMOLED-дисплей на 6,67 дюймов с разрешением 2400 на 1080 пикселей, как у версии с 5G. Для бюджетного ценового сегмента экран великолепный, не часто можно увидеть недорогой смартфон с OLED-панелью частотой 120 Гц. Яркость достигает 470 нит в ручном режиме и 750 нит в автоматическом, и это показатель здесь не хуже, чем у многих других моделей среднего уровня. Работает Note 12 4G на операционной системе Android 13 с оболочкой MIUI 14, хотя на версии 5G установлен Android 12. Качество фотографии с основного сенсора для бюджетной модели неплохое. Даже при съемке в помещении детализация достаточно высокая, а цвета близки к натуральным. При этом их можно сделать более яркими с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Infinix Note 12 2023. Если бы он участвовал в рейтинге игровых смартфонов до 15 тысяч, то он победил бы с уверенностью. Для полного игрового фарша не хватает лишь скоростного дисплея, которую компания Infinix почему-то считается признаком элитарности и ставится только на Note 12 VIP. Все остальные условия соблюдены. Производительности начинки достаточно для Genshin Impact на низких настройках, Call of Duty на средних, а PUBG или VOD на высоких. И все это с комфортным FPS и без перегрева. По объему оперативной памяти прямых конкурентов у представителей линейки Infinix вообще нет. Динамики стереофонические, то есть с эффектом погружения. Зарядка быстрая. Что же касается дисплея, он яркий, но с заметным уровнем пульсации, подсветки шим и всего на 5 касаний. Следующий смартфон Samsung Galaxy A23. Это оптимальный выбор для тех товарищей, которые используют смартфон преимущественно для общения, причем не частого. Судя по результатам тестирования, за 24 часа в режиме ожидания, этот Samsung расходует всего 2% заряда. Кстати, это лучший результат среди испытуемых. Верится с трудом, но этот показатель вполне коррелируется с оценкой автономности телефона на Gizmo Arena, где ему начислили 130 условных часов. Кстати, с четким акцентом на продолжительность телефонных разговоров. В остальном все достаточно средне, и даже оптическая стабилизация не помогла Galaxy A23 побороться за достойное место в категории камерафонов. Важный нюанс, у этой модели большая минимальная яркость. Читать в полной темноте с экрана Samsung Galaxy A23 будет некомфортно. Выше по цене стоит Realme 10. Смартфон предлагает набор простых, но нужных в повседневной жизни инструментов. Первый – процессор MediaTek Helio G99, самый сильный представитель G-серии. На нем можно даже поиграть, если использовать низкие или средние настройки графики. Диагональ 6,4 дюйма идеальна тем, что поместится почти в любую ладонь. Заявленная частота в 90 Гц обеспечивает максимально плавную анимацию и видеоряд. Маркетологи не поскупились и на зарядку. 33-х ваттный модуль заряжает батарею на 5000 мАч примерно за час и 45 минут. Realme 10 снимает только на одну камеру. Это 50-мегапиксельный модуль Samsung ISOCELL. Снимает с технологии объединения пикселей в 12,5 мегапикселей или в полном разрешении 50. Второй модуль – обычная 2-мегапиксельная заглушка. Infinix Note 12 Pro. С точки зрения небогатого, но требовательного геймера, рекомендуемому смартфону не хватает лишь скоростного дисплея. Для начала это достаточно шустрый процессор, не склонный к троттлингу. Даже при тестировании падение производительности Helio G99 составляет не более 10%. А в отзывах на Infinix Note 12 Pro владельцы особо отмечают отсутствие нагрева и просадки FPS в Genshin Impact на минималках. На средних настройках смартфон становится просто тёплым, а частота кадров не опускается ниже 40. Памяти более чем предостаточно. Честные 8 ГБ оперативной памяти, отмечу, что можно расширить на 5 ГБ за счёт накопителя, и 256 ГБ встроенной, типа UFC 2.2. И даже отдельное посадочное место для карты памяти тоже есть. Следующий участник – Xiaomi Poco X5 5G. За производительность отвечает 6 или 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 или 256 ГБ и чипсет Snapdragon 695. Это популярная в среднем сегменте платформа с поддержкой 5G. OLED-дисплей 6,67 дюймов. Это одна из главных особенностей смартфона Poco. При разрешении 1080 на 2400 пикселей плотность составляет 395 ppi. Частота обновления экрана указана на уровне до 120 Гц. Размер батареи 5000 мАч, как и адаптер мощностью 67 Вт. Poco X5 получил стандартную систему с тремя камерами на задней панели, которая состоит из 48-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного сверхширокоугольника и базовой 2-мегапиксельной макрокамеры. Разрешение передней камеры составляет 13 мегапикселей. Напомню, что ссылки на показанные товары в описании под роликом. А с вами был Техно Ченнел. Спасибо за просмотр и до новых встреч!